Добрый вечер. У нас сегодня очень практический прямой эфир на очень практическую тему, как перестать есть сладкое после опорно-двигательного аппарата. Это вторая по популярности тема, зависимость от сладкого. И начать я обещала ее со своей истории, которая со мной случилась 7 лет назад. Я каталась на велосипеде по Олимпийскому парку в Сочи. И я тогда весила на 23 килограмма больше. Была такая тяжеленькая. И вот я ехала на велосипеде, а в кармане у меня была конфетка. И я на ходу, переоценив свои возможности, решила прямо на ходу эту конфетку из кармана взять. У меня это не получилось, и я грохнулась. Я грохнулась с велосипеда. И самое смешное было, что когда я упала, мое первое было такое инстинктивное движение, рука в карман, проверить, не выронила ли я конфетку. На месте ли у меня конфетка. Это так смешно. И самое смешное было в том, что в момент этого падения зафиксировал мой муж. Он находился неподалеку и стоял, снимал все это на камеру на быструю съемку под аппаратом. И вот эти кадры, где там моя рука лезет в карман. Я валяюсь на тротуаре, но моя рука лезет в карман проверить, на месте ли конфетка. Так что я прошла через вот эту стадию очень сильной привязанности к сладкому. У меня есть свой опыт. И поскольку сейчас я вообще не являюсь ни сладкоежкой, ни сладкозависимым, вообще не имею никакого пристрастия к сладкому, то, конечно, у меня есть чем поделиться. То есть это такой довольно богатый длительный опыт. И я расскажу вот о том, что было на этом пути, что я вам посоветую, как вам от этого избавиться. Ну вот такую краткую историю своего опыта. Поделюсь с вами сегодня. И начну я с такого распространенного мнения. Я думаю, что вы тоже его часто слышали о том, что говорят, если человек любит сладкое, то он добрый. Да, наверняка вы это слышали. Вот я пришла к такому убеждению, что добрый человек не потому, вернее, как если он любит сладкое, это не означает, что он добрый. Скорее тут наоборот. Он добрый, потому что он не ест сладкое. То есть когда человек кушает сладкое, у него возникают приятные ощущения, ему благостно, ему комфортно, ему так хорошо, приятненько, вкусненько. И у него все добрые его эмоции на лицо. Ну и наоборот. Поэтому я все-таки не считаю, что это какая-то зависимость, вернее, что есть какая-то взаимосвязь здесь между вот этой чертой характера и склонностью к сахару поеданию. Скорее здесь все-таки другие, более физиологические причины. Пару лет назад я проводила марафон «Булкомбой», который был посвящен именно борьбе с сахарной зависимостью. А поскольку булки – это тот же сахар, потому что булки – это крахмал крахмалистый, а крахмал крахмалистый превращается у нас внутри в желудочно-кишечном тракте тоже в глюкозу. Поэтому мы булки относим в ту же категорию. То есть если человек зависим, падок, точнее падок на сладкое и на булки, мы относим этих людей в одну категорию, туда, к сахарозависимым. И вот на этом марафоне я разбирала очень подробно тему сахарной зависимости. И я рассказала людям, что зависимость бывает настоящая и мнимая. И оказалось, когда мы подошли вплотную к разбору признаков настоящей сахарной зависимости, оказалось, что ни у кого из участников марафона, а их там был не один десяток людей, ни у кого не оказалась настоящей сахарной зависимости. То есть у всех она была мнимая. Вот сейчас я хочу пояснить. Это на самом деле важно. Важно понимать, что у тебя на самом деле. Настоящая сахарная зависимость, вот прям вот самое-самое, да, что ни на есть, сродни табачной, алкогольной. Либо же тут что-то не так. Вот смотрите. Я сейчас перечислю признаки настоящей сахарной зависимости, настоящей физиологической зависимости. А вы попробуйте определить, есть у вас эти признаки или нет. У меня их всего пять. И вот я прям вам их зачитаю. Значит, первый признак настоящей сахарной зависимости. Он заключается в том, что вы едите сладкое в очень большом количестве. И вы не чувствуете того момента, когда нужно сказать стоп. То есть вы не отдаёте себе отчёта в том, сколько вы съедаете сладкого за один присест. И вы можете опомниться только тогда, когда увидите гору фантиков перед собой. И только тогда вы осознаете, что вы действительно это съели практически в беспамятстве. И с каждым разом, с каждым вот таким закидомом на вот такое поедание сладости в беспамятстве, у вас количество этого сладкого увеличивается вплоть до того, что вы уже чувствуете боль в желудке, но вы не можете остановиться. То есть вот такой неконтролируемый жор большого количества сладостей, над которым вы просто не властны. Это первый признак. Второй признак с настоящей сахарной зависимостью. Если вы не можете, вот в данный момент вы хотите, но не имеете возможности съесть что-то сладкое, у вас очень сильно портится настроение. Вы становитесь злой, раздражительный, нервный. Возникает чувство тревоги, страха, агрессии, вплоть до панических атак. И стоит вам только съесть сладкое, все, сразу все, все вот эти негативные эмоции исчезают, вы становитесь добрым, спокойным, хорошим. Третий признак настоящей сахарной зависимости – это готовность преодолевать любые препятствия, лишь бы получить заветный сладкий кусок. То есть, что это значит? Например, вы можете пойти за сладким, за плиткой шоколада ночью, далеко, пешком, на другой конец города, в плохую погоду, под дождем, невзирая на опасности, которые вас подстерегают. Вам будет все равно, вы будете одержимы только одной мыслью – любой ценой достать кусок вот этого сладкого. И вы не сможете себя удержать в рамках своего квартиры, помещения, где вы живете, лишь бы удовлетворить свою вот эту потребность. Четвертый признак – это желание поедать сладкое тайком, украдкое, чтобы никто не видел. Это, знаете, как похоже на, когда алкоголики хотят выпить, да, они делают это тихонечко, где-нибудь там в тихом уголочке, чтобы никто не видел. И если их пытаются там как-то прищучить, да, они всем своим видом показывают, что нет-нет-нет, ничего такого, вам показалось, нет-нет, я там просто отдыхал. Вот здесь примерно такое же, то есть желание прятать, да, поедать сладкое тайком. Ну и, наконец, пятый признак – это даже если вы очень сытно поели, пообедали плотно, до такой степени плотно, что уже даже кусок у вас не умещается больше в вас, но несмотря на эту сытость и плотность обеда, вам все равно хочется заполнить его десертом, и вы будете это делать, несмотря на забитый желудок. Это как сладкоежки это называют догнаться, да, ну и не только сладкоежки, это термин вообще из другой оперы немножко, но это именно так вот я часто и слышу, что догнаться сладеньким после обеда. Вот пять признаков. Если у вас все пять присутствуют прям ярко выраженно, ну, значит, это настоящая сахарная зависимость. Если же вы понимаете, что эти признаки можно применить к вам, ну, с натяжкой, да, но как бы это не совсем ваш вариант, то я могу вас поздравить, ваша так называемая сахарная зависимость, она мнимая. И вот под мнимой я вот что понимаю. То есть это просто желание получать удовольствие и нежелание отказывать себе в получении этого удовольствия. Ну, это вот такая любовь, любовь к себе, любовь к приятным ощущениям вкусовым, к пищевым радостям. Ну, и вот все в таком духе. То есть на самом деле люди с большой охотой подписываются под тем, что у них якобы есть сахарная зависимость, именно потому, что им хочется так думать, что это не их косяк, что это не их какой-то, ну, как слабина, да, слабость, а это именно что-то, что ими управляет и движет. То есть какая-то там сила свыше, которая действительно делает их вот такими зависимыми, и они не могут с собой ничего поделать. На самом деле это просто уход, это уход от проблемы, ну, и желание, чтобы кто-то другой решил за вас эту проблему, но не вы сами. Вот. Еще, прежде чем я приду к тем способам и методам, что делать, чтобы перестать есть сладкое, ведь все же понимают, что чем больше мы его едим, тем больше проблем мы себе нажимаем. Все же понимают это, да, что это и лишний вес, и инсулинорезистентность, и, в конце концов, это и сахарный диабет, может быть, и проблемы с поджелудочной железой, и не только, и много проблем возникает при злоупотреблении сладким. То есть, да, прежде чем я перейду вот к способам, да, потерять эмоции, как от этого избавиться, должна сказать, что у сахарной зависимости есть несколько видов. Ну, так, это можно сказать, что такое немножечко условное, условное подразделение на виды, но они могут друг в друга перетекать и друг из друга вытекать, но, тем не менее, вот такое разделение есть, нужно это понимать и знать. Это эндорфиновая зависимость, дофаминовая, гормональная и клеточная. Подробно на каждом виде я останавливаться не буду, если кому-то это будет интересно, чтобы понять, какой у него вид зависимости. Просто от этого будут немножко меры специфические, да, смотря какой вид. Я могу потом после эфира, когда в речку, определить, какой у вас вид зависимости. Но вот наиболее частый, и я хочу на нем остановиться немножко подробно, и наиболее такой коварный, да, это клеточный вид сахарной зависимости. И я хочу о нем рассказать. Просто я уверена, что большинство людей сталкиваются именно вот с этим видом сахарной зависимости. Именно с клеточной. Что это такое? Клеточный мы называем, клеточным мы называем этот вид зависимости от сладкого, потому что он основан на голодных, голодающих клетках. Мы опять будем возвращаться сегодня к теме грязного кишечника. Мы вчера об этом говорили, и мы, собственно, вообще всегда об этом говорим. На этом просто стоит вообще вся моя система на кишечнике. Поэтому здесь зависимость очень, взаимосвязь очень прямая. То есть в кишечнике, в тонком кишечнике происходит усвоение питательных веществ, проникновение их в кровь через тонкие стенки кишечника в кровеносные сосуды. И кровь разносит питательные вещества уже по всему организму, по клеткам. То есть кормит клетки. Кровь кормит клетки. И благодаря этому мы живем. Что происходит, если стенки кишечника недостаточно чистые? Если они загрязнены слизью, патогенной микрофлорой и следами жизнедеятельности, то есть, грубо говоря, отходами жизнедеятельности патогенной микрофлоры, происходит то, что ворсинки тонкого кишечника и сами ворсинки и пространство между ворсинками, они покрываются слоем липкой, такой клейкой слизи, которая препятствует проникновению питательных веществ в кровь. Каждая ворсиночка тонкого кишечника заканчивается порой. Ну вот, предположим, да, вот это вот ворсинки. На каждой ворсиночке пора. И именно через эти поры кишечник отдает питательные вещества в кровь. Но если эти ворсинки, так сказать, грязные, да, и поры могут быть закупорены вот этим грязным содержимым, то есть, это вот этой клейкой слизью, которой не должно быть, по идее, но она возникает из-за большого употребления крахмалистой еды, животной еды, смеси животной с крахмалистой, то проникновение питательных веществ в кровь происходит довольно неуспешно. То есть, часть питательных веществ уходит с естественным путем, да, с испражнениями наружу, к сожалению, к сожалению, да, ну, какая-то часть все-таки проникает в кровь. Но на фоне вот этого, что питание клеток получается недостаточное из-за грязного кишечника, клетки начинают испытывать хронический голод, то есть, они хронически просто не накормлены. И поскольку это живой организм, да, наше тело, наш организм, это живое, оно хочет жить, все живое хочет жить, то клетки начинают требовать себе еды. Каким образом? Организм понимает, что ему прямо вот сейчас нужна энергия, энергия для жизни, иначе ему, ну, иначе он просто не сможет жить. Он требует быстро эту энергию, а быстро получить энергию можно только из быстрых углеводов, то есть, из сахара, содержащих продуктов, продуктов и из продуктов мучных, потому что мука очень быстро превращается в глюкозу. И вот отсюда возникает ваша тяга, ваше желание есть сладкое, из клеточного голода, то есть, когда вы испытываете просто неудержимое желание кушать сладкое, да, постоянно, часто, много, это значит, что ваши клетки находятся в состоянии хронического голода, и они все время требуют, требуют и требуют вот этой подпитки, этой энергии, да, в виде быстрых углеводов, и вы едите сладкое. Вот это вот клеточный голод. И прежде чем я перейду к перечислению методов, да, способов, что делать, чтобы не было вот этого клеточного голода, нужно еще про один момент сказать. Это психологический момент, ну, аспект, я бы так сказала, психологический аспект сахарной зависимости. Дело в том, что мы живем в социуме, да, мы живем не в замкнутом пространстве, а мы общаемся среди людей. Мы живем в своей семье, у нас есть коллеги по работе, друзья, подруги, соседи, там, гости. И очень часто вот эта привычка кушать сладкое, она связана именно психологически с общением в социуме. Ну, например, что я имею в виду? Например, традиция пить чай. Пришли гости, пить чай, да, а к чаю обязательно что-то сладкое. Вот у нас, ну, у большинства людей, я думаю, есть такая традиция, что-то к чаю сладкое. Без сладкого, ну, чай не пьют. И что нужно сделать, да, чтобы, ну, уйти от вот этого желания и уйти от этих сетей, да, в которые тебя затягивает вот это поедание сладкого. Нужно разорвать эту традицию любыми способами. То есть хотя бы перестать пить чай. Пить чай в одиночестве и пить чай в коллективе. Хотя бы просто отказываться от чайпития. На самом деле это кажется очень примитивно и смешно, но это срабатывает. Еще раз повторю, что мы, я проводила марафон, люди у меня делали все, что я предлагала. И за две недели, две недели длился марафон, и все люди получили свои победы над так называемой сахарной зависимостью, при том, что они выполняли мои просьбы, мои условия. Так вот, они перестали просто пить чай, они заменили чай водой. Горячей водой, теплой водой, водой с лимоном. Но традиционного чайпития не было. И в соответствии с этим якорь исчезает, нет чая, соответственно, нет сладкого. Вот это один из способов обмануть себя просто. Еще есть такая традиция заодно. Это очень распространено в коллективе. Все пошли пить чай. Ну, как я не пойду, не хочу же я быть белой вороной. Вот человек идет и с коллективом, он не хочет пить чай. И в данный момент он, возможно, даже не хочет сладкого. Но срабатывает вот так называемый, как коллективизм, да, такой в кавычках. И все берут конфеты или печенье. А как не взять конфеты или печенье, когда тебе это предлагают, да, на, возьми, и когда все едят. Это очень трудно отказаться, ну, тем более, когда это вошло в традицию. Вот здесь нужно просто каким-то хитрым способом разорвать вот этот порочный круг и перестать подтягиваться за коллективом. Ну, сказать какое-то свое «я», может быть, что вы на какой-нибудь программе, что вы на какой-нибудь диете или что-то еще придумать. Что у вас там аллергия какая-нибудь развелась на сахар. Ну, уходить вот от таких коллективных походов за чаепитиями. И еще один психологический момент – это скука и незнание, чем себя занять. Мало того, что многие люди просто едят от скуки, это я очень часто встречаю. Вот нечего делать, я пойду положу чего-нибудь в рот. Ну, это, конечно, очень пагубно, это очень чревато. И это присуще именно людям, у которых загрязненные кишечники и которые живут в таких традициях питания, в традиционном питании. Люди, которые хотя бы более-менее начинают разбираться со своим питанием, со своим кишечником, у них такое отсутствует. То есть положить в себя какую-то еду при отсутствии настоящего чувства голода уже становится невозможным. Допустим, у меня вот сейчас именно такое состояние, что если я не хочу есть, я, ну, меня просто невозможно заставить положить какой-то кусок в рот. Ну, вплоть до того, что меня даже может вырвать. То есть организм не принимает еду, если нет голода. Не важно, чем я занимаюсь. Занимаюсь я чем-то или я не занимаюсь чем-то. Работаю ли я за компьютером, или я смотрю кино, или я гуляю по улице. Я никогда не возьму в рот ничего, если нет голода. Вот. Ну, и теперь я перейду к этим методам, способам, как, что делать, чтобы убирать клеточный голод. Начинаем мы с очищения кишечника. То есть если у нас виноват грязный кишечник в клеточном голоде, соответственно мы его очищаем. Как мы его очищаем? Сначала на уровне коррекции питания. То есть мы убираем крахмалы. Ну, во-первых, нужно понимать, что если вы желаете избавиться от сахарной зависимости, то, естественно, сахар мы убираем. О том, что за этим последует сахарная ломка, я сейчас буду говорить. Я сейчас скажу, да, какие у нее признаки, симптомы и что можно делать для уменьшения страданий при этой сахарной ломке. Но то, что мы должны убрать сахар, в прямом смысле сахар, то есть сахар как таковой, сахар, продукты, где содержится сахар, ну, то есть это вся кондитерка, ну и крахмалы, то есть мучное, по большей части там почти все крупы мы убираем. Потому что все крахмалы расщепляются у нас в ЖКТ до глюкозы. И, например, диабетикам часто советуют, вот ты не ешь конфеты, ты не ешь белый хлеб, а ты вот ешь гречку, да, вот это советуют там, или ешь ржаной хлеб вместо пшеничного. Это все абсолютно бесполезные советы, потому что эта пища все равно превращается в глюкозу. То есть гречка это крахмал, броженой хлеб это тоже крахмалы, и все равно это все будет глюкозой. И все равно сахар в крови все равно повысится у диабетика, даже если он на гречке и на черном хлебе. Вот. Значит, крахмалы мы убираем. Что мы тогда едим, да, если мы хотим убрать тягу к сладкому? Ну, во-первых, не нужно бояться в первое время заменить сладости как таковые просто сладкими фруктами. Я знаю, что многие диетологи против этого, они утверждают, что сладкие фрукты это та же глюкоза, это тоже там скачки сахара в крови, и это опасно и так далее. Но мы сейчас говорим о начальном этапе, когда человек только решил, да, как говорится, завязать с этим сахаром и начать что-то менять. Это очень трудно полностью лишить себя каких-то сладких вкусовых ощущений. Ну, это правда, это тяжело. Ну, и это не имеет смысла, не имеет смысла лишать себя сладкого вкуса, если можно получить этот сладкий вкус из более безобидных продуктов, таких как фрукты, нежели конфеты, шоколад, пирожные и так далее, тортики, десерты. Почему фрукты более безобидные? Да, там есть глюкоза, я согласна, но там есть еще и фруктоза. И большинство фруктов содержат глюкозы и фруктозы примерно пополам. Есть фрукты, где больше глюкозы, скажем, виноград. Есть фруктов, где больше фруктозы, какие-нибудь там кислые ягоды, например. Чем отличается фруктоза от глюкозы? Для принятия и усвоения глюкозы требуется инсулин, который вырабатывает поджелудочная. Для принятия фруктозы и усвоения ее инсулин не требуется. И вот в этом большая разница. То есть употребляя фрукты, вы снижаете нагрузку на поджелудочную железу именно благодаря уменьшению процента глюкозы. И на начальном этапе это нужно сделать. Однако есть предостережение. Когда люди говорят, что я заменила конфеты с сухофруктами, я делаю себе конфетки из сухофруктов, я пью чай с сухофруктами. То есть вот это вот ошибочно. Фруктами и с сухофруктами мы не заменяем сладости. Мы вводим их как самостоятельный прием пищи. И едим их не как сладкое к чаю после еды, а как самостоятельный прием пищи. Это очень большая разница. Это огромная разница. И если этого не соблюдать принципа, то мы получим приличное загрязнение в виде брожения. Потому что если мы поели, скажем, суп какой-то, да, а после супа будем есть, даже через час, через два, будем есть чай с сухофруктами, например, с фениками или там с черносливом. Мы запустим процесс брожения в своем организме, в своем ЖКТ, потому что фрукты двигаются с большой скоростью. Они догонят вот эту крахмалистую еду в виде супа или там каши, гречки, что вы съели. И начнется процесс брожения. И если вы это будете делать постоянно в хроническом исполнении, то у вас постоянно будет идти процесс брожения. И у вас снова будет загрязняться кишечник, вот той самой слизью, которая вырабатывается, вернее не вырабатывается, а появляется в результате процесса брожения. И получается, что вы не делаете себе никакой пользы, вы по-прежнему загрязняете кишечник и у вас по-прежнему состояние клеточного голода. А если вы едите фрукты, сухофрукты не после еды, не как сладкое к чаю, а вместо какого-то приема пищи, то вы просто удовлетворяете свои потребности в сладком, но вы не допускаете процесса брожения. Расскажу, как это делала я. Вот сейчас уже, конечно, даже трудно представить и поверить, но когда-то я вообще много очень ела сладкого, вплоть до того, что могла вот сесть и за один присест съесть, ну штук 6-7 оладьев с банкой сгущенки. Ну да какие там 6-7, даже больше, наверное, я сейчас уже просто не помню, но много. Целую большую тарелку оладьев с банкой сгущенки, с банкой сгущенки. Последствия этого вы видели, видите, да, на моих прежних фотографиях, что это вообще другой человек по весовой категории, ну по внешнему виду. Это вот такое закрахмаленное лицо, щеки, да, вот эта пастозность. Ну видно, что это вообще нарушенный обмен веществ был. Так вот я вам скажу, что когда я впервые отказалась от сахара, от всего сладкого и села впервые завтракать без сладкого, просто вот без, там не было сахара в кофе, не было никакого варенья на кусок хлеба, да и хлеба, по-моему, не было даже. Когда я вот впервые села завтракать несладким образом, я просто плакала. Мне было очень грустно. Я, это, наверное, было, это, наверное, было начало сахарной ломки. Я просто вот плакала горючими слезами. Мне было так себе жалко. Я не представляла, как я буду дальше жить. И хотя я твердо решила пойти по пути здорового образа жизни, и у меня была очень большая мотивация, да, я хотела помочь своему мужу, да, открыть вот этот способ очищения организма, повторить вот этот путь, который проходят многие люди, очищаются по марве органян, когда я впервые приступила к этому, мне же нужно было готовиться, мне нужно было прожить там три недели без сладкого, без мучного. И первая неделя была тяжелая, вторая неделя была намного легче. Но я знаю, что это тяжело, и поэтому вот тогда меня действительно очень выручали фрукты. Что я делала, конкретно, да, что я делала? Я просыпалась утром, ну, привычка пить кофе, она у меня всю жизнь, и выпивала чашечку кофе, и дальше я просто, по мере голода, я просто ела фрукты. Вот всякие, которые мне хотелось. Я чувствовала голод, я шла, брала какой-то фрукт, я ела фрукты. Проходило там, не знаю, 40 минут, час, я снова хотела есть, мне снова хотелось сладкого, фруктов, я снова шла, брала какой-то другой фрукт и снова ела фрукты. Проходило еще час, мне снова хотелось, я снова шла и ела эти фрукты. И я ела в течение дня столько времени, пока они у меня тут не вставали поперёк горла. То есть это примерно там где-то часам 12, может быть, было к часу. Я просто уже понимала, что всё, вот я насытилась, я свой сахар, свой желанный, да, я получила, я удовлетворилась, я больше не хочу. Я хочу там, не знаю, что там, чеснок, лук, салат какой-нибудь, огурцы, вот такое что-то солёное, острое, я вот это хочу. И всё, я переключалась на другую еду. Там какое-нибудь овощное, рагу, ну вот что-то такое уже, которое не имеет отношения к сладким фруктам. Вот так я себя приучала. И знаете, это очень быстро дало свой результат. Потому что ты себя не лишаешь полностью сладкого вкуса, ты всё равно продолжаешь с ним оставаться с этим сладким вкусом во рту. И это очень сильно, ну, скрашивает, скрашивает твою жизнь и твоё воздержание от оладьев, от конфет, от шоколада и прочих сладких радостей. Вот. Поэтому это очень действенная мера оставить, ну хотя бы на первое время, да, потом там видно будет, но на первое время оставить вот эти сладкие фрукты. Дальше, следующая мера. Да, и кстати, между прочим, это очень хорошо кушать фрукты вот с первой половины дня, потому что кислота, которая содержится во фруктах, вот вы не волнуйтесь, она не разъедает желудок, потому что это, ну, это природный продукт, он не может разъесть желудок. Но вот эта кислота, она очень хорошо разъедает слизь на стенках кишечника. Вот. И это очень важно. Как раз вот фрукты, это первый очищающий продукт, насколько мы говорим об очищении кишечника, да, о том, чтобы нам освобождать его стенки от вот этих вот слоёв, там, да, отходов. Как раз фрукты делают вот это своё очень хорошее дело. Дальше, следующий момент. Мы должны ввести в свой рацион больше сырой растительной клетчатки в виде овощей. Сегодня современные люди едят довольно мало овощей. Когда спрашиваешь, какие овощи вы едите, это там максимум один салатик в обед, и то даже это не овощи, а просто какие-то плоды, типа помидорчики, огурчики. Это даже не овощи. У них нет грубой клетчатки, и они не могут очищать кишечник на механическом уровне. Фрукты очищают кишечник на биохимическом уровне, потому что это кислота, и она именно, да, способствует разжижению вот этой слизи и выводу её. А вот овощи, такие как морковь, капуста, свёкла, редис, дайкон, репка, редька, зелень, всех видов, лук, это грубое волокно, которое как щётка очищает ваш кишечник изнутри от той самой слизи. Поэтому мы так и называем салаты, салаты щётки или салаты метёлки. Они очень хорошо играют роль вот этих веников, избавляющих вас от накопленной слизи в кишечнике. Так, дальше, что вам нужно ещё? Вам нужно обязательно включить в своё питание полезные жиры, потому что когда мы употребляем грубоволокнистую пищу, сырую растительную, такую как овощи, да, вот эти корни плоды, капуста, они могут, если нет достаточного количества жиров, они могут создавать затор. Вот эта клетчатка, она может создавать затор в кишечнике. И как ни парадоксально, но нередко возникают запоры. И человек говорит, как же так, я ем много зелени, капусты, а у меня запоры. Это возникает по причине нехватки жиров. Поэтому жиры, такие полноценные, хорошие, полезные, должны в большом количестве присутствовать у вас в питании на момент отказа от сладкого. Про жиры я уже вчера говорила, но могу просто повторить, что это животные жиры, в первую очередь, это сливочное масло, сметана, сало, жир рыб, жирная рыба, рыбные жирные продукты. Это какой-то внутренний жир животных, мутины, гусины, барани и так далее. Ну и растительные масла, я их советую не очень активно использовать, потому что они вызывают воспалительный процесс в кишечнике. Ну, может быть и льняное. Вот льняное масло, это хорошее масло. Вот. И кроме того, что жиры играют еще такую вспомогательную роль в очищении кишечника, они еще и очень хорошо насыщают и создают вот это чувство полноценной еды, полноценного приема пищи, устраняют чувство голода. Очень важно наполнять себя жирами, чтобы чувствовать сытость как можно дольше. Это помогает. Еще один момент есть. Я очень советую вам животный белок перенести из ужина на обед. Не надо есть его на ужин. Почему? Потому что время переваривания, расщепления животного белка, это очень долго, это несколько часов. Буквально там, не знаю, даже до 4-5, а то из 6 часов у некоторых людей животная пища может быть даже в желудке. И когда она выходит в кишечник для дальнейшего расщепления и усвоения, к этому моменту вы уже можете спать. А когда вы спите, то процесс переваривания пищи, он практически сводится к нулю. И вот эти нерасщепленные животные белки, они создают процесс гниения в кишечнике. И это тоже приводит к загрязнению, к образованию патогенной микрофлоры, воспалительных процессов и всему тому, что крайне нежелательно для здорового человека, для здоровья ЖКТ. А если вы съедаете в обед кусок какой-то животной пищи с салатом из грубо-волокнистых овощей, это замечательно. В вашем случае, если вы сахарозависимый, лучше если это будет какой-то жирный кусок, типа жирная рыба. Это будет замечательно. Так, что еще? Ну вот это, наверное, по питанию, это в основном все принципы, которые я советую ввести на таком, ну можно даже сказать, на постоянной основе. Но во всяком случае на первом этапе, когда вы решили отказаться от сладкого. Вот такое питание поможет вам держаться на плаву, не испытывать дефицитов, питаться полноценно и в то же время очищать свой кишечник. Что мы еще можем сделать для очищения кишечника? Нам нужно достаточно пить. Я не очень как бы настаиваю на том, чтобы это была именно какая-то норма. Ну там столько-то миллилитров, да, на столько-то килограмм веса. Я считаю, что это немножко притянуто. У каждого человека свои мерки к подходу к питью. Но нужно просто для себя взять за правило, что пить настолько много, насколько вы сможете просто в себя это впихнуть. Не до такой степени, чтобы до рвота через силу, но пить в достаточном количестве. То есть не забывать про питье. Пить с утра и часов до 18 мелкими глотками, теплую воду, горячую воду. Чтобы это было действительно увлажнение и помощь вашему кишечнику в формировании каловых масс. Вот это важно. Так, что еще можем сделать для очищения кишечника? Я на начальном этапе, вот хотя бы первый месяц, да, когда вы решили отказаться от сладкого. Я вам советую раз в неделю очищать кишечник с помощью слабительного. Любого, который вам нравится, который вам подходит. Раз в неделю очистить слабительный кишечник и провести хотя бы полдня, ну там если можно весь день, как получится, на очень таком лайт варианте питания. Либо это просто там фруктики, овощи, либо что-то такое жидкое, там соки, какие-то сочные фрукты типа цитрусовых. Ну вот один день в неделю это для кишечника очень хорошая разгрузка и помощь ему в очищении. Ну и конечно, как такое глобальное мероприятие, конечно, я всем всегда советую изучить и внедрить место очищения по марве огонян через условное голодание. Но знаю одно, что подходить к нему нужно поэтапно. То есть хотя бы один месяц хорошенько готовиться, и уже спустя месяц подготовки можно об этом думать и приступать. Многие мои подписчики знают, что это такое, ну а те, кто не знают, могут потом обратиться ко мне в личные сообщения и спросить, дам нужные ссылки, нужные материалы, книги, что почитать, где чего узнать, чтобы понимать, что это такое за глобальное очищение кишечника. И вот в результате таких мер, если вы месяц вот так первый проживете и будете активно бороться со своей сахарной зависимостью, есть очень большая вероятность того, что спустя месяц вы уже перестанете себя считать сахарозависимым. Но вот мои люди, которые были у меня на марафоне, через две недели уже были совсем другими людьми. А мы с ними делали вот эти меры, ну там еще ряд других, просто обо всех я не могу рассказать в рамках одного вебинара. Теперь про сахарную ломку. То, что она имеет место, это 100%. Независимо от того, какая у вас зависимость, настоящая или мнимая, все равно, когда вы резко бросаете кушать свои сладости, любимые, привычные, у вас будут признаки сахарной ломки. Просто у кого-то они очень ярко выражены, у кого-то они в таком стертом формате проходят, не очень заметные, не очень беспокоящие. Но тем не менее я их назову. Ну, это чувство вялости, усталости, конечно же, головная боль, мышечная боль может быть. Тошнота может быть, вздутие живота. Может нарушиться сон, засыпание сложное, просыпаться ночью часто может человек. Потливость может быть, сердцебиение, раздражительность, конечно же, по поводу и без повода, вплоть до агрессии. И чувство голода может постоянно преследовать. Потому что раньше догонялись, а теперь не догоняемся. Но когда человек вооружен знаниями, предупрежден, то ему легче справляться со всем этим, потому что он знает, что это так должно быть. Да, я отказался от сладкого. Да, у меня сейчас сахарная ломка. Да, я готов ее преодолевать, и я ее преодолею, и я не умру от этого. Вот это нужно знать как дважды два, что от сахарной ломки вы точно не умрете. И это, наверное, самая хорошая новость на сегодняшний день, что можно смело брать на себя вот эту миссию, да, отказаться от сладкого ради своего здоровья, и точно знать, что вы не умрете. Ну, значит, сахарная ломка, она длится примерно две недели, да. Но если вы ее преодолеваете, то спустя две недели вам жить намного легче. Во-первых, легче чисто физиологически, потому что у вас исчезают симптомы неприятные. А во-вторых, морально и психологически вы начинаете очень сильно себя ценить. Вы просто вырастаете в своих глазах, потому что вы это смогли, вы это сделали, и вы победили. Так, будем так называть вещи своими именами. Что можно сделать, чтобы переносить эту ломку легче? Ну, про первый вариант я уже сказала, да, что можно не бояться употреблять сладкие фрукты. Вот, ничего с вами не случится, не развалится ваше поджелудочное. Если она у вас на конфетах не развалилась, то уж на сладких фруктах она точно не развалится. Пока можно употреблять. Вот, просто поверьте мне на слово, что если вы будете давать себе вот эту, да, возможность есть сладкие фрукты столько, сколько вам хочется, вам не будет этого хотеться всю жизнь. Когда вы наедитесь, у вас само собой это ослабеет. И это будет либо очень незначительное количество фруктов, которые вы будете хотеть есть в течение дня, либо даже у некоторых вообще отпадает желание есть фрукты, и они переходят на овощи, на животные, на еду, на жиры. И, ну, в таком как бы формате кето существует. Ну, кто-то в легком кето, кто-то в не очень легком кето, ну, в зависимости от человека, да, какие у него потребности. Вот, то есть это вот самое первое, да, давать себе сладкие фрукты, не бояться. Нужно позаботиться о том, чтобы ваш рацион был разнообразным. Если он будет скудный, и это будет такое, ну, такое очень скучное питание, вы по-любому будете очень сильно страдать, не только от того, что вам хочется сладкого, но еще и от этих вот симптомов, головная боль, тошнота, это все будет. Поэтому делайте свое питание разнообразным. Делайте его разным каждый день, разные продукты, не стесняйтесь с жирами, делайте жирно, делайте вкусно, добавляйте специи, все, как вы любите. Но чтобы это было действительно радостной еда, подавайте красиво, раскладывайте красиво на тарелки, получайте визуальное вот это наслаждение от того, что вы кладете внутрь себя, а не так кое-как на коленке. Это помогает, помогает. Так, дальше. Обязательно нужно ввести в свой режим дня при сахарной ломке активные физические нагрузки. Ну вот настолько, насколько вы сможете себе их позволить. То есть это, конечно же, не на износ, не до того, чтобы упасть, высунуть язык от усталости, но очень активно там, либо быстро ходить по свежему воздуху, на свежем воздухе, либо заниматься там любыми другими видами активности, чтобы это было, правда, вам удовольствие, чтобы вы пропотели при этом, надышались воздухом, чтобы у вас обмен веществ, кровь заиграла. И таким образом, когда вы себя физически занимаете, свое тело, у вас переключаются. Вот эта ломка, она исчезает, потому что ресурсы тела переключаются на другое занятие. Вот. Поэтому обязательно прям в график поставить себе какую-то физическую активность. И лучше не один раз в день, если есть такая возможность. Еще один есть способ, такое пожелание. Если вы, правда, серьезный такой сладкоежка и серьезный зависимый, и если вы серьезно решили взяться за то, чтобы избавиться от этого, я очень советую на эти две недели сменить обстановку. Ну вот настолько, насколько это будет возможно. Куда-нибудь уехать, я не знаю, там, ну, поменять жилье, там, в другой город, в гости. Если есть какая-то запасная, может быть, квартира или какой-то загородный дом, уехать туда, взять отпуск и так далее. То есть надо, чтобы вырваться из этого запахнутого круга, в котором у вас ваши шкафчики с шоколадками, да, ваше чаепитие регулярное с конфетками. Вот просто выйти из этого круга и пойти совершенно в другом направлении. Но это, конечно, не у всех есть такая возможность, но если есть, то это здорово. Так, еще одна мера, такая тоже примитивная, но работающая. Завести календарик, в котором вы отметите стартовый день, когда вы начали бороться со своей сахарной зависимостью. И каждый день вычеркивает днем крестиком. День, еще один день без сахара, еще один день без сахара, еще один день. Потому что две недели, это вот именно тот период, когда длится ломка и когда вам трудно, он очень быстро проскакивает, когда вы его действительно видите. Когда вы видите этот календарь, эту сетку, эти вычеркнутые дни, и у вас с каждым днем этих дней все меньше и меньше остается. То есть дни, когда вам мучительно. Когда вы смотрите на этот календарь, вы понимаете, что эти мучения не вечны, что вот осталось совсем немного. Ну вот еще я немножко еще справлюсь, да, я поработаю, но вот будет вот это заветное число, когда я закончу свой этап ломки, и там мне будет хорошо. И это действительно так и будет. К этому нужно стремиться, в это нужно верить, идти к этому дню, и тогда это намного легче и быстрее все проходит. Еще один совет полезный в этот период, пока вы себя испытываете с этой сахарной ломкой, да, без сахара, запаситесь литературой, в которой вы будете не просто литературой для развлечения, но какой-то очень полезной литературой именно по здоровью, возможно, о вреде сахара, о каких-нибудь заболеваниях, которым приводит вот это злоупотребление сахаром. Читайте, изучайте это, это будет дополнительной мотивацией для вас, чтобы не возвращаться, не возвращаться к сахару, а если уж начали, то доводите это дело до победного. Так, еще очень важно высыпаться, высыпаться, причем ложиться нужно как можно раньше, а для того, чтобы лечь как можно раньше, нужно встать как можно раньше. Вот я знаю, там могу сказать, вот я могу лечь там в 10, но я же не засну, я буду мучиться. Да, вы не заснете, будете мучиться, но вам нужно просто накануне очень рано встать. Можно в 4 утра встать, даже в 3. Ну, занятий полно, опять же, читать литературу, что-то там, заниматься какими-нибудь своими домашними делами, гладить белье, не знаю, что угодно. Найти занятия можно всегда. Но тогда есть большой шанс, что вы очень рано захотите вечером спать и будете всыпаться. Это правда очень важно. Я думаю, все вы слышали про эти волшебное время, да, с 22 до примерно часу ночи. Именно если в это время мы спим, то мы очень хорошо себя восстанавливаем на клеточном уровне, перезагружаемся и этим сохраняем себе здоровье, долголетие, клеточное здоровье, нашу активность. Вот к этому нужно стремиться. Ну и, естественно, в борьбе с сахарной ломкой и с сахарной зависимостью это тоже очень-очень важный фактор. По сути, вот я, наверное, объяснила основное. Это то, что было у нас на марафоне «Булкомбой». Вообще он длился две недели, и у нас там было много всяких разборов, много было вебинаров, мы все это обсуждали, у кого как проходит, разбирали очень подробное питание, разбирали очень подробное очищение кишечника. Если кому-то нужно будет, у меня запись этого марафона сохранилась, и к ней можно получить доступ. Но если кому-то будет нужно, у кого правда серьезные проблемы, напишите мне потом личное сообщение, дам нужную ссылку. А вообще, так, конечно, я правда советую вам не относиться к этому так, что это пройдет само. Это само не пройдет. Оно пройдет только при вашем активном участии. И не нужно думать, что вы беспомощны, что кто-то там свыше вами руководит, что вот кто-то там внутри вас есть, и он руководит вашей зависимостью. Нет этого, нет. Это все зависит от вас. Все абсолютно в ваших руках. Но вот я на сегодняшний день пришла к такому состоянию, что для меня вот это совершенно невкусные вещи. Конфеты, шоколад, какие-то там вафли, пряники, десерты, пирожные. Вот то, что было у меня в очень большом количестве раньше в моей жизни, и все, что мне нравилось, и без чего я не представляла свою жизнь, оно сейчас вообще не актуально. Его не хочется. Я вот клянусь, я могу поклясться чем угодно, что правда, реально, это так и есть. Что здесь сработало? А именно то, о чем я рассказываю вам сегодня. Это изменение питания, это очищение кишечника. И на фоне этого произошло изменение микрофлоры кишечника. То есть вместо патогенной она стала здоровой, дружественной, и она стала руководить всеми моими здоровыми пристрастиями. Очень многое зависит в вашей жизни от вашей микрофлоры. А сделать вашу микрофлору здоровой можете именно вы своими собственными руками и знаниями. Так что не откладывайте это на потом, делайте это сейчас. У вас есть возможность, у вас есть информация, я могу дать очень много информации. Главное делать, не оставаться с этой информацией, чтобы она была только там, на полочке лежала, но еще и делать что-то по этой информации. Итак, благодарю вас за сегодняшнее присутствие на этом вебинаре. Еще раз повторю, что если нужна более расширенная информация по этой части и ваши активные намерения бороться с этим, то пишите мне в личку, все, что нужно, я вам дам, объясню, расскажу, что делать. И завтра у нас еще один вебинар, я назвала его «Насилие в питании». Тоже очень актуальная тема, поговорим об этом завтра. Все, благодарю вас за внимание. Я видела там какие-то вопросы, как вам говорят,